Слажено, уверенно и четко. Уже с первых минут футбольный клуб Анапская начинает серьезную атаку ворот соперника. Темп игры заставляет футболистов из Сыбанабалки идти на грубые нарушения. Уже в первом тайме они зарабатывают целых два пенальти, которые игроки из Анапской успешно реализовывают. По итогам первой половины игры счет 2-1 в пользу станичников. Я считаю процентов на 80-90 установку выполнили. То есть были атакующие действия, там единичные случаи по обороне, небольшие по марочке. А так все выполнили. Из этого были и опасные моменты, и голы. Но уже на первых минутах второго тайма Сыбанабалка сравнивает счет. Борьба развивается настолько жестко, что судья дает игрокам обеих команд желтые карточки. Впрочем, футболисты из Анапской быстро мобилизовались, навели дисциплину и успешно забили еще два гола. По итогам игры со счетом 4-2 победил футбольный клуб «Анапская». Здесь отличились нападающие Андрей Кумпан, он забил два гола, и по одному мячу Рубента Наконян и Владимир Подшивайло. С Панабалки не хватило собранности в команде. Они начали ругаться между собой, заводить другую команду, и это привело к их поражению. Развалилась вся команда. Команда Станица Анапская, они собраны, у них есть конкретная позиция, как они должны играть. Они играют всегда в пас, они видят друг друга, и у них нет таких ошибок, как были у Сыбанабалки. Следующая игра состоится через неделю. Футболисты Анапской на выездном матче встретятся с командой поселка Виноградный «Олимп». Руслан Душевский, Анапа. Регион.